Так и написано. Первый человек, Адам, стал душой живущим, а последний Адам не из двух животворящих. Первоклассные перевозчики переводили. Видимо, лучше нельзя передать по-русски. И что ты запомнил? К этому еще и толкование надо. И толкование прочитаешь, и еще надо так, чтобы это слово заговорило на сегодняшний день. Вот почему и говорится, исследуйте, непрерывно вникайте, читайте, смотрите. Это место очень непростое. Как раз это говорит о том, что в храм ходить, а то не просто пришел, тебя увидели, ну как привычно ходят люди, нет. Ты идешь к сродственному. Не к тому, что родилось от отца и с матерью. Это и так все идет. Одежда, платье, платочки, все у нас как положено. А тот человек, второй Адам, как он, пришел сюда или нет? А второй Адам, это Христос с неба. Вот имя такое, второй Адам. И в его образ, мы должны переродиться, в его образе должны жить, и в его образе жизнь закончить, и тогда с ним соединиться. Если этого сродца здесь не будет, то все эти причастия, даже предсмертные покаянные, молитвы, это ничего не даст. Потому что человек уже смертный счастлив, он думает об одном только вызвать батюшку и соединиться причастимся. А ничего, если не было, то получается, как сейчас мамится, только одна, ас, много грешно, а каянный, и эта свинья лежит в колу. Верующий, подумай, посчитать не может, если он настоящий-то верующий. Почему? Идумный Христом не грешит. В нем ду, Боже, какой тут калка, какая свинья? Это написано для неверующих, а написано покаянный канун. Мы можем его считать с условием, что я был такой, но сейчас, когда Бог нас призвал, открылся нам, отцветил, называясь святыми, движимый не Духом Божем, какая свинья, а он повокал, значит, чем больше ты на себя берешь, я грех, надо совершил их отдам. Ну, наиспроедит был, все прощено. Нет, через день скажи, наиспутите, я опять тоже. Я посмеял, я же встану. Или действительно ты такой и есть, или не знаешь, что говоришь, просто пустословишь. Верующий может сказать так, Господи, я прилагаю все силы жить по твоей заповеди. Если я где-то уклонился, исправь меня, не отниме от меня Духа твоего святого. Я научу беззаконных. Писать, пусто, ну. За тысячу лет до Христа Давид знал, как молиться. В первом послании Иоанна 5, 11. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную второго Адама и жизни сия во Иисусе Христе. Это должен любой человек знать входящий в Храм. Это Новый Завет. Каждому православным и сектанты читают. Но если эти слова не знаешь, человек полагает основания в том, что аж вам в Храм, куплюсь, вечку поставлю, поцелую. Ну, то есть, все это внешняя атрибутика. И может это так хорошо отшлифовать. Без запильки, знаешь, подать через какое плечо, сколько свечек. Заупокойное, сороколусты. Все знают. А этого так раз нигде в Писании нет. Это все выдуманное. Это выдуманное для тотского человека. Сказал, да как ты это не творишь. Творю память и 40 дней. Все. Но это у нас там. Даже не видно, в какой доли. Этому вдогонку спасенному человеку говорим, Господи, помяни его. Создание Твое пошло в Тебе. Прости его. Владыка, душа искупленная намытая кровью Твоей подходит в митарство. Да митарство-то это не по Писанию. Ну, мы провокально скажем, что они есть, раз так принято. Но мы верим, что благодеющая десница Господа она и там спасает. Он не может оттолкнуть приходящую к нему. Я ей, да не вон, говорит он. А тут в отчаянии буквально посчитаешь молитвы читает монах Иоанихи великий, Василий великий. Как будто они никогда ни одного дня не жили во Христе. Вот сейчас занимались молитвами, давно меня на это побуждали. С житьями закончено, с патриархом разобрались, с кирилами смотрели, просят молитвы. Опасная тема. Очень опасная. Потому что это сердце вина, на чем все держат. Если это нет, тогда ничего нет. Но основное в Евангелии до конца нельзя принять, пока здесь мы не рассмотрим, правильно или неправильно. Бытие 2, глава 7 стих. Откуда это все происходит? И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душой живую. А он скатратит и писал Второй Адам есть дух жертвовящий. Это человек после творения до согрешения. Иногда говорят всякая душа по природе христианка. Вы спросите, по какой природе? По первозданному человеку до согрешения или после. То есть, то согрешение это прах и пепел. А до согрешения души вытворяющие. И тут требуется рассмотрение. Филипийцам 3.1 И он уничтоженное тело наше, которое преобразит и оно будет подобно сообразным самому телу Его. Когда? Когда Господь придет. Этому можно просто устрашить. Ты душево ее не видишь и не знаешь, как она выглядит, как она обновилась. Ну, в разуме понимаешь, что это давно уже не тот. Но тело стареющее, переломанное, гниющее, заразное, и вдруг оно преобразится и сделается подобным телу Христову. О, ужас какой! это самое тело не другое. И апостол Павел этим утешал вновь созданную церковь. И поэтому не бояться надо болезни, а бояться, что так долго с Господом не соединились. И Павел говорит, я желаю разрешиться, желаю серьезно умереть. Он готов умереть или нет? Или все, недоделанно что-то. Но если я оставить все хочу, то для вас. Для вас, говорит. Он заботился о пользе ближнего. Мое пребывание пока пригласит пользу. Да когда нет, опище совершил и готовится мне венец, который Господь уготовил не мне, но всем любящим его. Вот эти слова душа должна и воспеть. Куда ты идешь? Да, к Господу я иду. Я с ним всегда, но теперь я увижу, как он есть. Какое утешение Бог дает? Мы даже не можем представить, в какой разряд перевел нас Бог. И когда с кем-то встречаетесь, с бабушками, поговорите с ними. Ведь кроме болезни, жалобы на сыновей, на заброшенность, на малую пенсию, на высокие жилищные коммунальные услуги, цены, ничего же в голове нет. А ты от Бога говори, я познала Господа, я со Христом всегда. И вот-вот наступит моя желанная встреча. Все ближе и ближе, пока мы Пасху ждем, еще день, еще два, и все. И мы будем христосоваться, и мы увидим воскресшего Христа, и наступит вечная Пасха. Кримину, 5 глава, 7 стих. Либо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, Адама, как он сказал, то тем более преемлющая обилия благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством одного Иисуса Христа. Я все удивляюсь, какой богатый слог, какой словарный запас у этих перевозчиков был. Вы чувствуете, даже до конца не поймешь предложение заканчивается это или нет. И посредством кроме Христа мы при этом превращаемся в двух животворящих, хотя находимся еще в Аплоте. Это второй Адам. Мы не те, кто был в этих здоровьях. Вы нас не узнали, наверное. Мы теперь совсем не те. Мы наследие Христово. Он нам выдал документ наследия. Мы имеем залог. Человек еще в квартиру не вошел, он получает документы, а познает квартиру ему. И мы имеем залог Духа Святого Господу, у нас Дух Святой. А каждый Дух Святой у нас пойдет. Никак. И поэтому только не огорчаю его. Только бы в Духе Святом продолжать жить. Выброси из головы всякие обиды, подозрения друг на друга. Это все мерзость. Что бы у тебя ни было, ты говоришь, сегодняшний день в Душке все хорошо. И счастливый наоборот всегда говорит. криминам 8-я глава 10-й стих. А если Христос умвать, то все умертвы для греха. Но дур жил для праведности. Это все разъясняет это место, которое сегодня считается во всех храмах на Литургии. Я не просто беру, а по грамме, а то, которое назначили в церкви читать. Не выхожу за эти рамки и вижу, что к конца разъяснений не будет. А его вообще начала еще не было. Значит, если Христос в нас, один вопрос, в нас или нет. Да, на бумаге мы посчитали, если, порад ставить подсомнение, если Христос в нас, а как проверить? Очень просто. Тело не мертво для греха. А если тело не мертво для греха, под вопросом, в нас или Христос. И тогда живый дом для праведности тоже под вопросом. А проверить грех в нас или нет, может прояваться. Я думаю этот стих. Он оживотворит и ваши смертные тела, ваши, о себе кого-то он уже не заботится, оживотворит, чтобы здесь жизнь и люди на дела благе торопились. И здесь говорим только доброе. Лучше склонялись в благой весе. Мы легко чтобы разбирались, говоря правду или неправду. Да вот я присоединился, в тот раз к разговору, брат охулилили, а я не разобрался, умер, еще не должно так быть. Ты сразу закрой глаза по твою молитву. Господи, я не знаю правда ли, говорит он, да будет воля твоя. Позвонили, человек звонит летом с Америки, тебе жаль хочет, даже может потеряется. Какой дадите совет? Неожиданный вопрос, не знаю. Отложите на недельку, я всем рассказал, мы начнем молиться. Через неделю звонит, как? Проголосовали, посмотрели, на сверст лежит, так, разрешено вам приехать, посмотрел, не больше. Пока так. А дальше будет видно. Мы можем научиться спрашивать «А как Бог скажет?» Крым Игорь 8,2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Правда, он и вообще этого не знает. Грешный, многогрешный, окаянный, триокаянный, сугубо-е-триогубо-е, он говорит только одно, он вращается и вращается в общерашнем неопомоганном состоянии. А здесь, как говорит, закон Духа, если закон Духа, не закон Плоти, закон Духа жизни во Христе Иисусе, освободил меня от закона греха, освободил. И вопрос этот ставить надо теперь не только ко мне, а от себе, от первогощи, освободил меня или нет. Как я на все смотрю? Когда я увидел из этой жизни, что останется? Все, оно уже распределенно, все это для Дева Божия пойдет, что я знания какие имею, это я для Бога посвятил или нет. Много сегодня разных событий, а нужны ли они мне? Нужно ли мне знать все? Иоанна 9, Иоанна 6, 63, Дух животворит, плод же не пользует, немало. Какой Дух? А Он говорит, слова, которые Я говорю Вам, суд Духа Жизнь. Я всегда ужасаю, захожу за этих слов, Господи, ведь это не два дня. Тысячи лет эти слова никакого значения не имели для русского человека. на всякие слова придумали, это 3-й или 4-й удел Божией Матери России, Святая Русь. Слова Его забыли, какой удел? Мы должны быть уделом Христа, чтобы слово Его давало нам Дух и Жизнь. А как оно может давать, когда его не было? Не было. У нас деды были верующие, у нас остались книги, что, «Счастловенники», «Мариклословы», «Каноны». Я даже достал один канонник в 70 канонник, это вообще очень редкий, раритетный. В 70-ти, и там и в Стапе, и в Ирисабете, и в Варваре, и в Екатерине. Ну, до всех достучаться можно, как рисунок ангел-хранителем. А этих слов нет нигде. И ангел я не видел, не слышал, не знал, даже не слышал. По-моему, Каримфуни пришлось. Он дал нам способность быть служителями нового завета, не буквы, но Духа, потому что Буква убивает, а Дух животворит. И некоторые начинают «Буква убивает, а он сейчас за Букву, он смотри на Песну, про себе Буква, но у них животворит, потому что Писания нет, слезы животворились. Да, и речь идет о Верхнем Законе, о Верхнем Завете, максимумом понимаемое. А если ты духовный, ты и Верхнем Завете и закон будешь понимать новозаветним. Потому что тебе Бог это откроет, и ты поймешь, что там заложено другое. Суббота — это не просто не работает, свободно от греха. Пам, 118, 37. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути правды твоей. Вот значит, суету даже не видеть и не притягать ее. Всегда же смотри, стоит ли это делать. Можно ли, можно ли без этого обойтись? Я разговаривал с резким неверующим человеком, ему кажется, 60 лет не было. Искренне верующим, глубочайшая вера вот за это первичнее. И ты церковь одеваешь, переодеваешь, ну, просто прилично так нужно. Ничего мне не надо. Вижу, время подходит обеда. Не есть неохота даже. Я бы все это уже оставил, но по-другому нельзя. Тело просто, служанка этого требует. А не так, чтобы изысканные седоритские кушания. Мы должны сразу понять, что все это придет в землю. Чего я? Перенечит на осетность. Поверил Авраам Богу животворящему мертвых. Какое простое слово? Где он животворил? Ну, 100 лет. Она ведь бабушка воздавая нет. Детей никогда не этого. А вновременная женская закончилась, и вдруг Бог животворит. А это образец. скачан, еще не знаю, считать, ну и Бог животворит. Потому что семя божественное, оно более сильное, чем семя Авраамова. Оно животворит тебя, оно сверхит уста твои затохшие. И ты ведь лишнишь о чудном спаситель Иисусе Христе. Дух животворит, где хочет. Кипетянам, 2, 5. И нас мертвы по преступлением души. А и восторим со Христом, благодати выстосены. Вот этот второй человек, Адам с неба, вошел в нас. И мы плоды животворящие даем. Кто бы с нами и заговорил, он должен сразу почувствовать. Это говорит христианин. И не просто а с твердым убеждением, с глубокой верою. Как мусульманы наставляют своих. Посмотри. У него берут интервью. Вот недавно газета Синкранная писала «Как вы молитесь? Не меньше пяти раз в день нельзя. Можешь сто раз молиться, но не меньше пяти раз в день. Три счета все стоят на молитву. Молодежь! Все до одного. А потом подъем, подъем в пять. Так а зачем в три? А вопрос так не стоит. А если среди вас будет чужой, пока ни одного не было? Он должен верить, как мы, и он с ума сойдет. А наши мужики нельзя. Вот как живут. А они мусульмане. Они христа не знают как Бога. Они его знают как правого только. Первый тима, Иоанн 6.13. И мы это все говорим, перед Богом Всего Животворящим. Но слушайте, применяйте себе это. Потому что, хотя летом для вас не было, но это первая встреча здесь. Вот как раз покров все, где 14 октября. А ведь я у Батюшки постоянно спрашиваю, «Зачем я нормально, Батюшка?» «А вот такие вот, так как были на богослужении? А как они чувствуют?» И Батюшка, мой раз, говорит, «Об, смотрю на некоторых, движения роста духовного нет». Мне это очень печально слышать. Батюшка это все видит. И я знаю, где это. Все делает Дух Животворящий. Если ты молишься, поклоны, поклоны делаешь, чтобы тело повесклонилось, ты без плода не останешься. Бог начнет преображаться. Господи, прошу у тебя, Духа Святого, животвори меня, веди меня. Ты будешь изнутри говорить, а не просто говорить. Я верующий, куда идти? И проще. Вот у нас люди, которые стояли, в самой последней, все время, Павел один коленой, все время, спит. И ушел в тем, где вообще безправедный свет. Стица спитается по данному себе. А если бы был в обменного Духа, то с чего бы ты пошел туда взять тебя? Ты бы спрашил, ты как огнян. Почему? Да потому что последний Адам из Духа Животворящих. Ты бы к Духу Животворящему шел. А где нет ни Бароку, ни ни Чтение слова Блежа, и все гордятся тем, что у нас длинное богослужение, то есть там ничего может не быть в конце. Мы должны заботиться об одном. Мы пришли сюда, мы обновляем нашу скрещу со крестом, и обновляемся внутренне. Аминь.